Доброе утро, дорогая Церковь! Мы рады приветствовать вас на воскресном собрании Церкви Хиллсонг. И пусть сегодня мы не можем собраться все вместе, но мы можем в единстве нашего Духа поклоняться вместе нашему Господу, возвеличивать Его, прославлять Его имя. Давай все вместе сейчас будем петь для Него. Дивной ночью той с неба ангел пришел возвестить пастухам, что родился Христос. В поле том, где пастухи охраняли овец, Слава Вышних Царю вознеслась до небес. Рожден, рожден Иисус, рожден. Рожден, рожден Иисус, рожден. Иисус, рожден Иисус, рожден Иисус, рожден Иисус. Увидали звезду, пастухи взгляд подняв. Далеко на востоке Зажглась вдруг она И весь день, и всю ночь Ее свет всем сиял И сияньем ее освещала земля Рожден, рожден Иисус рожден Рожден, рожден Иисус рожден Рожден, рожден Иисус рожден Рожден, рожден Иисус рожден Иисус, славим Тебя наш Бог Рожден, рожден Иисус, рожден Царь Израиля нам был рожден Рожден, рожден Иисус, рожден Царь Израиля нам был рожден Царь Израиля нам был рожден Царь ИзраиляTION Царь Израиля нам был рожден Боже, спасибо Тебе за Твою любовь. Спасибо Тебе за Твою милость, за то, что Ты каждый день наполняешь нас своим миром, своим покоем. Боже, Ты открываешь для нас свои небеса. Ты наш Отец, Бог, и мы славим Тебя и превозносим Твое имя прямо сейчас. Льется рекою Божий покой. Я погружаюсь в глубины Его. В объятьях любви скрой меня, Бог. Льется рекою Божий покой. О величии Твоем бою я перед Тобой склонюсь. Ты все для меня, Иисус. Я для Тебя живу. Я для Тебя живу. Дух, изливайся дождем на меня. Я для Тебя живу. Я перед Тобой склонюсь, Ты все для меня, Иисус. Я для Тебя живу, Овеличи Твоем бою, Я перед Тобой склонюсь, Ты все для меня, Иисус. Я для Тебя живу, Только Ты. Пусть распахнутся двери небес, Милость сердца наполни, Духом сойди к нам, И силу излей, Когда поем в Святой Бог. Пусть распахнутся двери небес, Милость сердца наполни, Духом сойди к нам, И силу излей, Когда поем в Святой Бог. Пусть распахнутся двери небес, Милость сердца наполни, Духом сойди к нам, И силу излей, Когда поем в Святой Бог. Бог, Пусть распахнутся двери небес, Когда поем в Святой Бог. Пусть распахнутся двери небес, Милость сердца наполни, Бог взывает земля, Ты творил чудеса, Сотвори их опять. Бог пробуждай нас, Здесь и сейчас, Действуй Святой Дух, Открой небеса, Открой небеса, Открой небеса, Ты творил чудеса, Сотвори их опять. Бог пробуждай нас, Здесь и сейчас, Действуй Святой Дух, Открой небеса, Открой небеса, Открой небеса, Открой небеса, Открой небеса, Бог пробуждай нас, Здесь и сейчас, Действуй Святой Дух, Открой небеса, В силе зайди, Бог взывает земля, Ты творил чудеса, Сотвори их опять. Бог пробуждай нас, Здесь и сейчас, Действуй Святой Дух, Открой небеса, В силе зайди, Бог взывает земля, Ты творил чудеса, Сотвори их опять. Мы славим Тебя, Иисус, Поклоняйся Ему сейчас, Открывай свое сердце для Него, Пусть Тебя ничто не отвлекает, Просто Ты и Он, Больше никого, Иисус. Возносим Тебя, Господь. Вся земля Возносит Твою милость, Поклоняюсь Тебе всей своей силой, Святый, 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 Бог наш всемогущий, Царь небесный, Достоин всей славы. Вся земля Возносит Твою милость, Вся земля Возносит Твою милость, Поклоняюсь Тебе всей своей силой, Святый, Святый, Бог наш всемогущий, Царь небесный, Достоин всей славы. Вся земля Возносит Твою милость, Поклоняюсь Тебе всей своей силой, Святый, Святый, Бог наш всемогущий, Царь небесный, Достоин всей славы. Я у ног Твоих склонюсь, Любовь Твоя, Иисус, Меня сразило, Сердце жаждет лишь Тебя, На век Тебе мой Царь, Принадлежу я. Доброе утро, Церковь! Мы рады приветствовать сегодня каждого, кто подключился к этому онлайн-собранию. Сегодня, воскресенье, 20 декабря, в самый разгар рождественского сезона. И особенно хотим поприветствовать вас, если вы впервые подключились к нашим онлайн-собраниям. Мы надеемся и верим, что они станут благословением для вас и вашей семьи. Через некоторое время мы будем вместе молиться. В течение недели вы писали нам в соцсетях ваши молитвы и благодарности. И у вас сейчас есть возможность прямо в этом чате под видео написать вашу молитву и благодарность. Давайте все вместе молиться, давайте верить и стоять твердо на Божьем Слове, верить Его обещаниям, что Божье Слово, оно изменит нашу жизнь. Давайте молиться вместе. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за это время, что у нас есть сейчас возможность вместе обращаться к Тебе. Услышь сейчас наши нужды. Обрати сейчас на нас свое внимание. Пожалуйста, во имя Иисуса Христа, мы просим Тебя, благослови каждого, кто сейчас находится в нужде. Мы провозглашаем исцеление там, где оно нужно. Мы провозглашаем разрушение финансовых оков, где оно нужно. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим Тебя о том, чтобы Ты разрешил сложности во взаимоотношениях, чтобы Ты освободил те семьи, которые нуждаются в этом. Во имя Иисуса Христа, Господь, исцели, благослови, отдаем все в Твои руки и стоим твердо на Твоих обещаниях. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Также мы благодарны каждому из вас за то, что вы продолжаете верно отдавать свои десятины пожертвования, свои финансы в Церковь. Благодаря вашей жертве наша Церковь, она может оставаться сильной и красивой в любой период, любой сезон жизни. И этот год как никогда показывает нам, насколько наша Церковь остается жертвенной и неотступна в Божьих принципах. Но также я хотел бы напомнить, почему мы продолжаем отдавать наши десятины пожертвования нашей финансы. Так как случается такое, что мы начинаем отдавать как бы автоматически, со временем уже просто не задумываясь, а понимая, что это правильно, и мы начинаем это делать. Но очень важно каждый раз пропускать это через свое сердце, понимать и знать, почему мы отдаем. Почему мы отдаем? Потому что у Бога есть невероятное видение для каждого из нас. У Бога есть огромное видение для нашего города, для нашей страны, для нашей Церкви. У Бога есть видение для наших семей и лично для каждого из нас. И когда мы отдаем, мы становимся частью видения, мы становимся частью Божьего видения. И когда мы отдаем, мы можем мечтать о чем-то большем, не только по поводу себя, не только для себя, но также мы можем начать мечтать по поводу тех людей, которые нас окружают. И если ты сейчас принял решение отдавать, если ты подготовил свои пожертвования, свои отдавания, ты можешь сделать это несколькими вариантами. Это онлайн-перевод, либо перевод по банковской карте. И давайте сейчас помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим тебя за те финансы, которые ты даёшь нам, даёшь в нашу жизнь, Господь. И мы молимся о тех людях, которые сейчас отдают эти финансы, Господь, для тебя, для твоего Царства, Господь. Молимся, благослови каждую семью, Господь. Благослови каждого, Господь, кто строит, Господь, твой дом, вкладывая, Бог, свои силы, своё время, свои финансы. И пусть эти финансы, Господь, приумножат Твоё Царство во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господь, благослови всё, что сейчас мы отдаём для строительства Твоего Царства здесь, на этой земле. И мы хотим также поделиться с вами тем, что происходит сейчас в жизни Церкви. Сейчас проект «На крыльях ангела». И это не просто проект, это реальные жизни людей. Мы называем это проектом, но это реальные жизни людей. Есть ещё возможность подключиться. Есть карточки с мечтами детей. Сейчас ты можешь несколькими способами подключиться к этому проекту. Ты можешь выбрать карточку с мечтой ребёнка и благословить его. Или ты можешь просто сделать онлайн-перевод пожертвования для этого проекта. Уже на следующей неделе, 24 декабря, мы будем праздновать Рождество. И для этого мы специально подготовили особенное рождественское собрание. Поэтому приготовь больше вкусной еды, пригласи всех своих друзей, родных, близких. И просто ожидаю, что это будет особенное время, когда Бог будет делать особенные вещи в жизни каждого из вас. И уже в следующее воскресенье, через неделю, 27 декабря, будет последнее собрание в этом уходящем непростом годе. И не пропусти все эти события. Они особенные, они праздничные, они рождественские. Да. А сейчас давайте подготовим свои сердца, подготовим свои Библии. Сейчас будет проповедь от нашего пастора Вадима Фещенко. Доброе утро, церковь! Надеюсь, вы в порядке. 11. Как вам это число? 11 дней до Нового года. 11 дней до 2021 года. Я хочу сказать спасибо, спасибо всей церкви за этот год, за то, что в таком нелегком периоде мы были вместе. Мы были вместе как церковь, мы держались. И я верю, что мы прошли его, не просто дождались, когда закончится 2020 год, но мы прошли его с верой. И было много в этом году побед в жизни церкви, в жизни отдельных людей. Аминь. С начала декабря я решил проповедовать несколько посланий, в которых есть надежда для каждого человека, независимо от того, верит он в Бога или нет, читал ли он когда-либо Библию, независимо от того, был ли он когда-то в церкви или нет. И если вы первый раз подключились к такому собранию, добро пожаловать! Мы вам действительно рады и очень надеемся, что все собрание и проповедь будет благословением для вас. И я надеюсь, что следующие 25-30 минут они принесут пользу, они укрепят веру каждого человека. И моя проповедь сегодня называется «Что делать, когда ты болен?». Я начну с того, почему я решил проповедовать именно об этом. Потому что, с одной стороны, казалось бы, все понятно. Когда люди болеют, ну, например, верующие люди, наверное, первым делом начинают молиться об исцелении. Все остальные люди первым делом вызывают врача или предпринимают какие-то активные действия для того, чтобы бороться с заболеванием. Но я хотел бы также отметить, что мы, как верующие люди, мы не отвергаем важное значение медицины в нашей жизни и вообще во всем мире, большую роль врачей в нашем обществе. И я хотел бы, как пастор, сказать спасибо всем людям, которые работают в сфере медицины или здоровья, особенно в этом году, потому что вы буквально спасаете жизни людей. И я вас как будто понимаю отчасти как пастор, потому что как люди, которые служат Богу на полное время, мы, наша задача спасать души людей. Конечно, спасает только Бог, но наша задача быть этим инструментом в руках Бога и проповедовать истину, которая дает свободу, надежду людям, которая строит их веру. И поэтому спасибо вам за то, что вы делаете в этом году и вообще в жизни. В этом году многие люди болеют. Многие верующие люди болеют также, потому что во всем мире пандемия, и, знаете, никого она не обошла стороной. Я замечаю, что физическая болезнь часто влияет на душу, эмоции, на чувства человека. Но, с другой стороны, я обращаю внимание, что душа человека также непосредственно влияет на здоровье тела. Есть отдельное направление в медицине под названием психосоматика. Наверное, многие из нас знают об этом и что-то слышали об этом или читали, или смотрели, возможно, какие-то видео. И это часть медицины, которая изучает, как душа человека влияет на тело, на здоровье его тела. И ученые в этой сфере объясняют, что очень многие заболевания в теле возникают вследствие стресса и других психологических причин. И мы подвергаемся стрессу постоянно на протяжении всей жизни. Я размышлял об этом последние месяцы, и я понял, что я хочу проповедовать о том, что делать, когда ты болен. И, конечно же, я не хочу говорить о психологии. Я не хочу говорить просто о здоровом образе жизни или о том, как укреплять свой иммунитет, потому что все мы знаем, что нужно делать, и мы знаем много об этом. Но я хотел бы обратиться к Божьему Слову. Я хотел бы посмотреть, возможно, немного глубже, что в Библии говорится о болезнях и о восстановлении и исцелении тела. Если вы готовы, давайте начинать. Божий Сын Иисус Христос, Он родился в мир с особенной целью. Не просто, чтобы быть таким хорошим мальчиком, бэйби-бой такой. Сейчас Рождество, и мы празднуем рождение Иисуса Христа. И я представляю, что Он был очень милым мальчиком. И, конечно же, Он принес огромную радость Его родителям и всему миру. Но Он родился с определенной целью, чтобы исполнить волю Небесного Отца. И в чем заключалось служение Иисуса на земле? Я могу сказать, наверное, оно состояло из трех основных частей. Первое – это проповедь. Он проповедовал о Царстве Божьем везде, где Он был. Он даже не мог долго задерживаться в каком-то городе, потому что Он говорил, мне нужно идти дальше и продолжать дальше проповедовать о Божьем Царстве. Вторая вещь, которой Он занимался, и, наверное, возможно, даже больше, чем проповедью – это ученичество. Он вкладывал в людей, потому что Он понимал, что при своей земной жизни Он не сможет проповедовать по всему миру. Ему нужны ученики, Ему нужна Церковь, которая будет делать это дальше после Него. Он вкладывал в разных людей. Он вкладывал в 12, Он вкладывал в 70. Он вкладывал в Библии, говорится, и в других учеников, которые потом продолжали Его дело здесь на земле. И третье, что делал Иисус, и это очень большая часть Его служения здесь на земле – это исцеление. Хотя Иисус не был врачом, у него не было какого-то медицинского образования, но Он очень хорошо знал, как вдохнуть жизнь в человека, как принести здоровье любому человеку с любым заболеванием. Исцеление занимало очень большую часть служения Иисуса на земле. И везде, где Он проповедовал, к Нему также приносили людей, которых Он исцелял. И люди специально шли к Нему, чтобы получить исцеление. Люди приносили своих друзей к Иисусу, чтобы Он просто дотронулся до них, и они были исцелены. Поэтому мы, как церковь, мы не можем игнорировать то, что большую часть служения Иисуса занимало исцеление. Я верю, что это призвание нас, как церкви, верить, что мы можем своими делами, проповедью Божьего Слова, верой в Иисуса Христа, нести исцеление в наш мир. Кто верит в это? Аминь. Его ученики потом исцеляли людей во имя Иисуса Христа. Очень важно замечать эти детали, что когда Петр и Павел исцеляли людей, даже воскрешали, они всегда говорили, мы это сделали не своей силой. И они всегда это делали во имя Иисуса Христа, потому что в Его имени есть большая сила, потому что Он не только умер на кресте, слава Богу, Он также воскрес. Аминь. И я верю, что Его имя имеет такую же силу сегодня в нашей жизни. В Евангелиях описаны множество историй, как разные люди приходили к Иисусу. И все, что им нужно было, просто поверить, что Бог может это сделать. Просто поверить, что Иисус может их исцелить. И, возможно, я скажу сегодня кому-то это, кто вообще не считает себя христианином, и вы смотрите это собрание, продолжайте его смотреть. Возможно, вы не считаете себя верующим человеком, но если вы болеете, я хочу сказать вам очень важную вещь. Иисус может вас исцелить. Вы можете подумать, но, наверное, Он исцеляет людей, которые любят Бога, кого-то в церкви. Но я хочу сказать, Иисус может исцелить абсолютно каждого человека. Может быть, вы скажете, ты даже не представляешь, какие грехи в моей жизни были. Послушай, Иисус может исцелить абсолютно каждого человека, включая тебя. И, возможно, вы нуждаетесь в исцелении сегодня. И Иисус может это сделать, но самое важное, во что нам нужно верить, и что нам важно понимать, это то, что мы читаем в Божьем Слове, что Иисус не только может это сделать, Он хочет это сделать. Давайте прочитаем Луки 5 глава 12 и 13 стихи. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря, «Господи, послушайте, что здесь написано. Если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу, очистись». И тот час проказа сошла с него. В этой истории есть несколько очень важных истин. Первое. Иисус не только может исцелить тебя, Он хочет это сделать. Послушай, это очень важно. Это то, что мы читаем в Библии. И, может быть, я не знаю, были ли какие-то еще люди, которые спрашивали Иисуса, «Хочешь ли ты меня исцелить?» На самом деле, это единственная история, где мы читаем о человеке, который попросил или спросил Иисуса об этом. Но Иисус ему перед тем, как исцелил его, очень четко дал понять, «Да, я хочу это сделать». И я верю, это относится ко всем нам. Иисус хочет, Он не только может нас исцелить. Это была часть Его миссии здесь на земле – принести исцеление, принести здоровье. Потому что любая болезнь – это нарушение нормального здорового функционирования организма. То, что задумал Бог в самом начале. И Бог хочет, чтобы люди были здоровы в своей душе, в духе и также в теле. Потому что здоровые вещи растут и развиваются. И в самом начале, когда Бог создал человека, Он благословил их. Он не сказал, что вы будете болеть, Он благословил их ростом, плодами, здоровьем. И я верю, что Бог хочет, чтобы ты был в порядке даже больше, чем ты этого хочешь. Так же, как родители хотят еще больше, чем их дети, чтобы они были здоровы. Я верю, что Отец на небесах, Он хочет, чтобы мы были в порядке даже больше, чем мы этого хотим. И почему Он хочет исцелить? Почему Иисус сказал, да, я хочу? Он не объяснял этого, но Он сказал, я хочу. Но почему Иисус хочет исцелить? Почему Бог хочет принести исцеление в наш мир? Все просто. Потому что Он любит тебя. И может быть, снова-таки ты подумаешь, но Он любит тех, кто… Он любит святых людей, Он любит тех, кто исполняют Его волю. Я хочу сказать, нет, Он любит всех людей. Он любит абсолютно каждого человека. И тех, кто исполняет Его волю, и даже тех, которые отвергают Его, которые не верят в Него, или которые даже говорят на Бога какие-то плохие вещи. В Евангелии Атеана 3 главе 16 стихе написано, Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь написано, Бог так возлюбил. И знаете, вот так возлюбил – это не просто Бог хорошо относится. Бог, знаете, с терпением к вам относится. Нет, Бог любит так сильно, что Он отдал самое дорогое, что у Него было. Иисуса Христа, Его единственного Сына. Здесь говорится об особенном отношении Бога как Отца к детям. И Иисус родился по одной причине – потому что Бог любит тебя. Бог любит каждого человека. И Он хочет, чтобы твоя душа была спасена. Он хочет, чтобы твое тело было здорово. Он хочет, чтобы твоя жизнь была наполнена миром, радостью и смыслом. Поэтому кроме того, что нужно верить, что Бог может исцелить, важно знать, что Бог хочет это сделать. Почему? Потому что Он любит тебя, Он любит каждого из нас. Но есть еще кое-что важное по поводу исцеления. И я сказал вначале, что современная медицина объясняет, что очень многие болезни приходят в нашу жизнь, в наш организм из-за того, что происходит в нашей душе и разуме. Из-за стресса, который появляется в нашей жизни, из-за нашего какого-то негативного мышления, из-за чувств и эмоций, негативных чувств и эмоций, которые есть у нас, из-за этого потом болеет или ослабляется иммунитет и болеет наше тело. Поэтому наши слова и наше мышление, они невероятно важны, и нам нужно за ними следить и иногда менять какие-то негативные слова, мысли, которые просто несут нездоровье в нашу жизнь, в наши дома. Поэтому Иисус, Он не только исцелял людей, но Он также проповедовал. Это очень важно. Иисус хотел не только исцелить физически отдельных людей, Он хотел принести послание, которое изменит истину, которое изменит мышление людей и исцелит землю. Давайте прочитаем очень важный стих в Библии, который, я верю, нам как церкви, знаете, нужно взяться за этот стих и просто, чтобы он опустился в наши сердца, чтобы, не знаю, наши сердца сегодня были открытыми, чтобы Божье Слово могло попасть туда. Это 2 Паралипоменон, 7 глава, 14 стих, это Ветхий Завет, но это очень важная вещь. Бог говорит, я услышу с небес, я прощу их грех, и я исцелю их землю. Я верю, что это пророчество об Иисусе Христе, я верю, что это Божья воля, и она не изменилась. И Он говорит, я услышу с небес, Отец на небесах, я прощу их грех благодаря Христу, и я исцелю их землю, благодаря тому, что мы проповедуем. Посмотрите, в каком порядке здесь написано, и я верю, эти детали имеют значение. Первое, прощу грех, второе, исцелю землю. Еще раз, первое, прощу их грех, и второе, исцелю землю. Сначала прощение, потом исцеление. Еще раз, сначала прощение, потом исцеление. Иудеи всегда думали следующим образом. Если кто-то болен, это значит, что он сильно нагрешил, где-то раньше. Возможно, вчера, на прошлой неделе, в прошлом году. Это то, что говорили, как бы, друзья Иова. Они говорили, посмотри на себя, посмотри, в каких болезнях ты, посмотри, сколько проблем в твоей жизни. Ты реально нагрешил, признавайся. Иов не мог понять, что происходит. И эти друзья, они просто думали только так, и они не могли думать как-то по-другому. Посмотрите, как говорили ученики Иисуса в Евангелии АТА на 9 главе, о первом-третьем стихах. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил?» Опять, да? «Кто согрешил?» «Он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его». Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. И я хочу сказать сегодня тем, кто болен, возможно. Если болен, значит согрешил. Послушай внимательно. Это не Евангелие. Это не то послание, которое нес Иисус во все города, где он проповедовал. «Если болен, значит согрешил». Это не Евангелие. Это не то, что Бог хочет донести до нас. Это очень важно. И я верю, что если ты поверишь в это, эта истина может принести исцеление в твою жизнь и в твою душу, возможно. Мы болеем, потому что мы рождены в этом грешном мире, который однажды умрет. В Библии говорится, как одежда становится старой. Также этот мир, он просто умрет. Но Бог обещает новый мир, новую жизнь. В Библии говорится, что наша душа, она будет жить вечно. Она не умрет. Но Бог обещает новые тела. И я верю, это очень классная новость. Потому что не всегда и не все из нас, знаете, хэппи о наших телах. Потому что наши тела, они грешные, они слабые. И апостол Павел сравнивал наши земные тела, как будто это, знаете, временное место жительства. Это как старая одежда, которую мы донашиваем. Но на небесах нас ждет новая одежда. Гораздо лучше, чем эта, в которой мы сейчас. Это хорошая новость. Вернемся к теме. Сначала прощение, потом исцеление. То, что мы прочитали во 2-м Паралипоменон, 7-я глава, 14-й стих. Прощу грехи и исцелю землю. Давайте прочитаем историю, когда Иисус исцелил парализованного человека. Матфея 9-я глава, со 2-го стиха. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру, их сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Дальше его разговор с фарисеями. При всем некоторые из книжников сказались сами в себе, «Он богохульствует». И Иисус же, видя помышления, их сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи? Или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, первое, да? Тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Ты знаешь, фарисеи начали упрекать Иисуса за то, как он исцелял, что он делал это не в правильный день, не в правильных местах и так далее. Как он исцелил человека. Но на самом деле Иисус всегда делал то, что хотел его отец. Он говорит, «Я ничего не делаю от себя, я делаю только так, как вижу у отца. Сначала прощу их грех, потом исцелю землю». Сначала Иисус сказал этому парню, «Ты прощен», хотя его четверо друзей разобрали крышу, и они принесли его к Иисусу по одной причине, чтобы он исцелил его физическую слабость, его физическую болезнь. Но Иисус первым делом говорит, «Ты прощен». А потом он его исцелил. И этого парня принесли его друзья. Это очень классные друзья, потому что они привели его к Иисусу. Они привели его к тому, кто действительно может дать ему ответ. Потому что он нуждался в исцелении. Но давайте поразмышляем об этом немного. Давайте посмотрим глубже в эту историю. Давайте постараемся обратить внимание не только на то, что Иисус исцелял людей, но в Библии очень много таких важных деталей, как Иисус это делал. Как он это делал? И мы можем увидеть во многих историях об исцелении. И возможно, когда он посмотрел на этого парня, которого принесли его друзья, он знал, что ему не только нужно физическое исцеление, ему не только нужно, чтобы его тело начало ходить. Этому парню, возможно, нужно было исцеление его души, а потом тела. Что важнее? Подумай об этом. Возможно, этот парень всю жизнь жил с осуждением, с каким-то самоосуждением и уверенностью, что Бог его наказывает за его грехи. Или что Бог его наказывает за грехи его родителей. И Иисус первое, что он хотел сделать, он хотел сказать этому парню, послушай, ты прощен. Нет ничего, за что Бог тебя наказывает. Ты свободен. Ты прощен. Бог тебя не осуждает. Это очень важное послание. И только потом Иисус исцелил его. Потом как будто исцеление, знаете, пришло само собой в его тело. Давайте еще раз обратим внимание на историю того, как Иисус исцелил прокаженного. Историю, которую мы читали в самом начале. Но есть еще одна очень важная истина в этой истории. Мы будем ее читать из Матфея 8 главы, 2-3 стихи. «И вот подошел прокаженный, и кланясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Да, мы это прочитали уже. И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, хочу очистись. И он тот час очистился от проказы. Но очень важно заметить, что Иисус не только до того, как исцелил его, сказал ему, что он хочет его исцелить. Очень важно, что еще до того, как он сказал, хочу, он дотронулся до прокаженного. Он положил на него руку, потом сказал, что он хочет его исцелить, и только потом он принес ему исцеление. То есть он сделал все наоборот, чем какие-то стандарты, которые были, наверное, в то время. И это очень важные детали, о которых говорит Библия. Что значит дотронуться до прокаженного? Иисус знал, что прокаженный должен был жить один, изолированный полностью от общества, в котором он жил. Он должен был находиться где-то за городом, там, где были другие прокаженные. И это очень похоже на 2020 год. Люди, которые болеют COVID-19, они должны быть буквально изолированы на какое-то время от других людей. И на самом деле, когда ты изолирован от других людей из-за болезни, ты реально чувствуешь себя как будто прокаженным и отверженным, потому что другие люди тоже не хотят с тобой общаться. И это так похоже на 2020 год для меня, потому что этот парень, он не мог появляться на других людях. Он не мог приходить в толпу. И поэтому, возможно, он также жил с этим каким-то осуждением и отвержением. Поэтому, когда он подошел к Иисусу, Иисус, знаешь, не просто стал на безопасном расстоянии в полтора метра, одел маску и перчатки, вывел его еще куда-то и просто его исцелил. Но Иисус положил на него руку. Он сказал, да, я хочу тебя исцелить. И только потом он исцелил его тело. Иисус сначала, я верю, исцелил его душу, а потом его тело. И это то, как действует Бог. И это то, что Бог хочет принести в наш мир. И я хочу сказать сегодня тем, кто болен, возможно, COVID-19 или какой-то другой болезнью, это совсем не значит, что Бог наказывает вас, если вы болеете. Это совсем не значит. Я не нахожу в Библии подтверждений, что это значит, что Бог наказывает вас, если вы болеете физически. Это совсем не значит, что вы согрешили и платите за свои грехи или грехи ваших родителей. Бог не отверг вас. Бог принял вас. Бог любит вас благодаря жертве Иисуса на кресте. И я хочу сказать несколько важных истин. Ты прощен, ты принят, ты любим, ты ценен, ты значим. И это важное основание для того, чтобы принимать исцеление и восстановление от Бога, когда мы в этом нуждаемся. Но также в Библии написано в Исаии 53 главе 5 стихе, а он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония, он понес наказание. И послушайте, что говорится дальше. Что говорит дальше пророк Исаия? Пророк Исаия говорит об Иисусе, что он родился в наш мир, чтобы отдать свое тело в жертву за нас. Для чего? Первое, чтобы мы получили мир, чтобы мы примирились с Богом. Второе, чтобы ранами Его мы исцелились, чтобы восстановить нас к новой жизни. Еще раз, он пошел на крест, чтобы мы получили мир и чтобы мы ранами Его исцелились. Снова этот порядок. Сначала прощение и мир с Богом, потом исцеление. В конце проповеди я хочу молиться двумя молитвами. О мире с Богом и об исцелении. Если у вас нет мира с Богом, я хотел бы молиться особенной молитвой, когда вы можете примириться с Богом. И в Библии говорится, что из-за греха мы враждуем как бы с Богом. Может быть, мы не хотим враждовать с Богом, но из-за греха, который есть в жизни каждого из нас, мы как будто находимся на большом расстоянии с Богом, и мы не можем иметь с Ним личных отношений. Именно об этом Евангелие и Новый Завет. Именно поэтому пришел Иисус Христос в наш мир. Не только чтобы проповедовать то, как мы должны жить, но чтобы пойти на крест за наши грехи, чтобы дать нам возможность примириться с Богом, восстановить мир с Богом и иметь личные отношения с Ним. И эти отношения на самом деле меняют наши жизни, приносят праведность и святость в нашей жизни, в наши дома, в наши семьи. И я хотел бы предложить молиться этой молитвой. Если вы хотите молиться, вы можете закрыть глаза и молиться прямо сейчас вместе со мной. Я буду говорить слова простой молитвы. Вы можете повторять за мной, но сделайте эту молитву своей. Хорошо? Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе, и я признаю, Я грешный человек, и мне нужен Спаситель. Я верю, что Божий Сын и Иисус Христос родился в этот мир, прожил безгрешную жизнь и пошел на крест за мои грехи. Я также верю, что Он воскрес на третий день и дал мне новую жизнь. Прости мне все мои грехи. Я прошу, войди в мою жизнь. Войди в мое сердце. И с этого дня, Иисус, Ты мой Господь, и Ты мой Спаситель, я принимаю решение подчинить свою жизнь Тебе и следовать за Тобой. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Мы поздравляем Тебя, если Ты молился этой молитвой. Это очень классное, важное решение, которое может принять каждый человек. Мы будем рады поздравить Тебя лично. И мы подготовили небольшой подарок. Это Библия, которую мы хотим подарить или отправить по почте Вам. И если не сложно, Ты можешь оставить свои контакты на нашем сайте, просто сказать о том, что Ты принял решение следовать за Иисусом. Мы будем рады поздравить Тебя, подарить Тебе Библию. Но также я хочу сказать, добро пожаловать в церковь, добро пожаловать в семью. Будь частью христианской церкви, живой церкви. Если ты из другого города, я уверен, ты можешь найти церковь там. Если ты из Москвы или Петербурга, добро пожаловать в церковь Хилсон, мы будем рады Вам. Я также сказал, что я хочу молиться в конце о исцелении. И болезни, они вешают ярлыки на наши жизни. Например, в детстве я много болел, и моя медицинская книжка, она была толщиной с Новый Завет. И каждый раз, когда я приходил к своему участковому врачу, мне говорили, что я не могу, я точно не могу заниматься спортом. Но позже я стал мастером спорта, и я профессионально занимался спортом, и это изменилось. Я не говорю, что врачи были виноваты в чем-то, но какие-то диагнозы иногда как будто говорят нам, ты никогда не сможешь сделать это, ты никогда не сможешь заниматься еще чем-то. Когда я пришел к Богу и впустил его в свою жизнь, в свое сердце, Бог начал также менять мое мышление, мое какое-то негативное мышление по поводу себя, по поводу жизни. И я верю, что каждому из нас нужно исцеление физическое, но также нужно исцеление нашей души, исцеление, возможно, нашего мышления. И я хотел бы сейчас молиться об исцелении. И я верю, что прямо сейчас Бог даст исцеление. Не потому что я как пастор молюсь, я молюсь во имя Иисуса Христа. И я верю, что Христос исцеляет также сегодня. И я хотел бы сегодня молиться о людях, которые болеют такими болезнями, с которыми медицина не может справиться или не может помочь, кроме того, что сказать, чем вы болеете. И возможно, это какие-то хронические заболевания. Возможно, это снова-таки COVID-19, пневмония, воспаление легких. Возможно, кто-то болеет раком. Возможно, это онкозаболевание. И я верю, что Бог сегодня принесет вам исцеление. Я хочу попросить всю церковь сейчас, те, кто смотрит онлайн-собрание, прямо сейчас молиться вместе со мной и провозглашать исцеление для каждого человека, который нуждается сегодня в физическом исцелении своего тела или, возможно, своей души и сердца. Давайте молиться прямо сейчас вместе. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе, как Твои дети. И мы знаем, что Ты любишь нас. И мы знаем, что Ты умер за наши грехи, но также за наши болезни, для того, чтобы принести исцеление в наши физические тела. И, Господь, сейчас, канун Рождества, когда мы размышляем о Христе, о рождении Спасителя в мир, Господь, это напоминает нам, что Спаситель пришел для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы исцелить нас, для того, чтобы вдохнуть здоровье в наши немощные тела. И я провозглашаю прямо сейчас, Господь, исцеление каждого человека, который смотрит это собрание и сказал Богу, возможно, в своем сердце, Бог, да, мне нужно исцеление, мне нужна эта молитва. Господь, я провозглашаю здоровье, я провозглашаю полное исцеление. Возможно, кто-то болеет хроническим заболеванием, возможно, воспаление легких, возможно, даже рак или онкология. Господь, во имя Иисуса Христа, пусть их тела будут полностью исцелены Твоей силой во имя Иисуса Христа. Не потому что я молюсь, но потому что мы как церковь сейчас молимся в единстве и с верой во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем здоровье, мы провозглашаем исцеление во имя Иисуса. Аминь. Мы рады молиться такой молитвой, на самом деле, как церковь. И я верю, что это то, к чему нас Бог призвал. Молиться и провозглашать жизнь, молиться и провозглашать здоровье. И я не знаю, что вы чувствуете сейчас. Может быть, вы почувствовали в теле исцеление, такое бывает. Но, возможно, вы почувствуете или вы узнаете об исцелении на следующей неделе или в какое-то ближайшее время. И я хотел бы попросить, если Бог исцелил вас на этом собрании или на этом викенде, дайте нам знать. Напишите нам на почту церкви, потому что для нас это будет важно, как для церкви, порадоваться вместе с вами, поздравить вас. И просто важно знать, что Бог делает в жизни людей, в жизни церкви во имя Иисуса Христа. Я хочу сказать, это было потрясающее собрание, потрясающее время поклонения. Я верю, что это слово, оно касалось или оно попадало в сердца людей, и оно будет приносить исцеление. Потому что иногда Бог исцеляет моментально, но мы видим в Библии также, что исцеление это также иногда процесс. Когда Бог восстанавливает наши тела и когда мы становимся все здоровее и здоровее. Поэтому для некоторых людей я верю, что вы будете чувствовать в своем теле все больше исцеления во имя Иисуса Христа. Я хочу сказать, следующая неделя будет особенная, потому что на следующей неделе весь мир празднует Рождество. И 24 числа в Рождественский сочельник, это в этот четверг, вечером у нас будет особенное рождественское собрание, которое мы готовили специально для всей церкви, для всех людей, которые хотели бы подключиться, хотели бы отпраздновать вместе с нами. Это потрясающее событие, Рождество, рождение Иисуса Христа, нашего Спасителя. Поэтому мы ждем всю церковь там. Вы можете делиться ссылкой с вашими друзьями, близкими, просто написать ее в социальных сетях. Может быть, кто-то случайно зайдет по этой ссылке, и для него это собрание станет огромным благословением. Так что увидимся скоро в этот четверг. Будьте благословены, всем отличного воскресения. Редактор субтитров А.Семкин